На данном этапе мы пришли к этому осознанию того, что с властью действительно нужно взаимодействовать, потому что там есть кромочные люди, с людьми. Хотела рассказать про одно мероприятие, которое мы провели в городе. В принципе, несмотря ни на что, я постараюсь занять женскую роль в материальном мире. Поэтому работаем и общаемся с мужчинами, по большому счету. Мужчины, я их вдохновляю в чем-то, а у них приходят свои идеи, они что-то делают, процессы идут немножко параллельно. То есть какие-то идеи прямо к ним. И на сегодняшний день у нас в городе, во-первых, пришел мэр, который человек. Один из однокурсников, начальник юридического отдела в горсовете. Я спрашиваю, ну как там Денис, новая власть-то? А он говорит, да ты знаешь, говорит Лука, вот он интеллигентный такой, вот такой мягкий. Он говорит, что туда вот нельзя, я говорю, ну не знаю, не надо. То есть пришел светлый человек, который, в принципе, вот сидит вот так и не понимает, что ему делать. Он начал собирать людей, начал собирать общественные организации. Вот Александр Васильевич наш, туда как-то съездил, возвращается. Кричит там, вот опять, что опять? Концепции нет у него, что это за власть? Я говорю, в смысле концепции нет у него? Так вот смотри, приехал и говорит, что делать людям? Александр Васильевич, все разворачиваем. Классно и здорово, человек готов взаимодействовать, получать что-то. И вот этим смыслом он делает запрос, в том числе, тем людям, которые живут, зарабатывают деньги, общественным организациям, предприятиям, давайте что-то делать вместе в этом городе. Только там один завод сказал, тут мы устроим сквер, здесь посадим деревья, здесь там уровень поставим. После последнего нашего Омского семинара, когда в том числе Виктор Михайлович очень много говорил про проекты, наша группа загорелась идеей проекта. И вот один из проектов, который как бы пришел, вот он прям вот сформировался намерен. Он еще не реализован, но вот он вот, вот прям видно было, все аж замерли, и вот в пространстве что-то изменилось. Пришла такая идея создать, как проект, создать сайт о городе, каким мы его видим в будущем. В этом городе, в том числе, выложим там энергетическую карту города, там по духовным всяким разным вещам, делам. А вот дать в определенном смысле, то есть город, вот как в Севастополе, да? Валя рассказывала про Севастополь, что там уже книгу создали. Город в лицах. Потому что живой город, это город, в котором есть живые люди, которые что-то знают, что-то умеют, и вот как-то вот так. То есть, я думаю, что мы еще не до конца сформировали, что там у нас будет, но в том числе полагаем, что там можно через нас выкладывать наш путь. То есть, вот если даже описать тот путь, который мы проделали в материальном мире, но с точки зрения того, что было еще за рамками видимого, вот внутри происходило в человеке, да, там, что упускали, что видели, как воспринимали, как изменялась картина мира, то, вот, то есть, не просто, например, чисто тонкого плана проекта, а вот такой вот цельный что-то был, то есть живой, вот в этом смысле. Я не разрешал. Раз из-за земли его. Дальше у нас пришла такая драма идея, даже вот в графическом образном смысле, начать изменять пространство вокруг. Вот я как-то говорила, когда спрашивали, но у нас такой достаточно не перечесанный, ну все там где-то. И вот у нас эти парни говорили. Прямо берем, рисуем ее, прям даже нарисуем ее. Вот такой, какой у нее хотим. Чистой, сурной, и они потом появятся. То есть, вот это вот мысль первично, образ, причем образ оставить, допустим, даже не только образ намерения в голове, а его вывести в материальный мир. Вот такой вот сайт. Я вот чувствую, что там должно быть в том числе материальное. То есть, это должен быть сайт вдохновения работать как с собой внутри, так и делать что-то для того, чтобы действительно изменялся этот мир. То есть, вот это вот у нас пришел такой, пока мы еще не приступили к реализации. Как ты видишь будущее правовой системы? Когда ты так чук-чук-чук на стране? Право должно быть живое. Оно должно содержать в себе, прежде всего, духовные законы. Это не должно быть скрыто. Человек, идя по жизни, должен понимать, куда он идет, почему он идет. Но все это не в ботне, реально. Кто-то виноват, я сам. Человек должен видеть, понимать, осознавать, куда он идет. Если это заложено в правиле, именно в правиле. Не просто в книжках, а в правиле. И тогда человек становится творцом. У него есть для этого возможность. Он становится творцом и начинает творить. А дальше все исключительно рекомендации. И обмен. Я не про уголовное сейчас говорю. Я говорю, как бы, про гражданское, про то, что мы видим, строят. А дальше это, по сути дела, то, что мы сегодня делаем. Это обмен формами. Кому что пришло? Потому что я думаю, что форм очень много. И если просто открыто чувственное восприятие, то их огромное количество и многообразие. Потому что все равно первичное внутреннее начало. И пока мы конкурируем, это двойна то же самое, мы увидим многообразие земли. Поэтому примерно так. То есть в том числе в правиле должен быть поставлен акцент на внутреннее, прежде всего. У нас сегодня право, оно занимается регулированием внешнего. Внешнего. Потому что видим, вот это давайте опишем. Как вот здесь вот что-то будет. А внутреннее понимание. Поэтому я вот таким вот вижу право. Причем то, о чем, ну я просто повторюсь, действительно, это открытый человек должен, в принципе, если правильно выстроено право, то... Что сегодня такое юристы? Мы общались с ним в перерыве. И юрист сегодня, это в определенном смысле прокладка. Это человек, который может избавить другого человека от какого-то страха перед чем-то, перед государством. Как-то так. То есть возникают проблемы. Мы так работаем. Но когда приходят, мы не понимаем. И прекрасно понимаем, что вопрос вообще, с которым мы к нам пришли, это по большим... Да, там есть право вывод. Но мне сейчас будут дальше. Потому что я понимаю, что это... Это его личный вопрос. Он к этому. Это его урок. Через который он должен пройти, чтобы что-то осознать. Поэтому иногда прямо видишь, насколько вот они идут уронки, а человек... С другой стороны, наши клиенты, это наши друзья. Вот они как приезжают, а люди об отчаяниях. И мы там говорим. Причем те люди, которые действительно создают там, строители и прочее. Те, которые очень любят материальное. Когда им задаешь вопрос, а мера? А действительно здесь только надо? Да. То есть человек, который действительно душой открывается, он от этого начинает понимать. Поэтому я думаю, что по большому счету, сама... Когда право станет тем, чем оно является, юристов совсем не будет. Ну и в любом случае гораздо меньше. Потому что и юристами будут только очень-очень светлые люди. Которые... Которые действительно смогут помочь. Смогут помочь найти себя, прежде всего. Первое. Второе. Смогут помочь найти мир в конфликте между людьми. То есть увидеть разные стороны. И суд это будет действительно какая-то такая крайняя мера. Потому что действительно в семье не нужно юриста для того, чтобы разбираться. Для этого надо просто понимать, что происходит, друг друга любить и помогать. Спасибо. Любе. Ура! 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 Слава! 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 Ура! 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 Слава! 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 Потому что наши будущие люди, это эффективные люди в материном мире. И можно давать чуть-чуть. Смотрите. Круговая порука. Вообще. Нет юристов. Есть правила. Он. А есть здесь здравый смысл. Опираясь на кон, применяя здравый смысл, ты не нарушаешь кон, но адаптируешь кон к этой ситуации. Не можешь потом объяснить, почему так общение, почему так поступило. Вот и все. И все учатся. И право развивается. Американцы, когда строить начали... Хорошая идея была демократия, свобода. Ну, а потом превратилась в Словно-Цепимете. У них законы разные в разных статах. Это было как раз это подкискать. Опираясь на одну конституцию сделать. Разные законы. У нас сказняться это, а у нас там по жизни. Условно говоря. Принцип правильно введен. Но он введен не в страхе. Должна быть любовь и строгость. Закон. Закон. Законодательство то, что держит. В принципе, и она должна играться. У нас совесть. Человек должен саморегулироваться. Все нарушится. Он нарушается. Сначала совесть закрывается. Потом он нарушает духовно-нравственные законы. Потом, 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 потом. И потом он в материальном мире начинает из-за страха перераспределять свою пользу. У него задают вопрос. Зачем нам с тобой нужны? Денег или, не знаю, там, домов, там, того сего. И когда он с ней разговаривает. Да я тоже СВЧ работает. Видите, вначале, да? Утром утром делали. Вот. Человек думает. А правда, нафига мне заходить? Ну, что я вот именно с детьми, там, в лес сходил. Или он брал уже джаз свой. Я послушал, чего она там, на том донпуре, которую мамка неправильно выбрала. Слышали, что она сказала? Мама неправильно выбрала инструмент. Отшила с инструментом. Отшила с инструментом. Вот совершенно существо, что это. Она рядом с ней стоит. Это, ну, она, как сказать. Наша героиня вчерашнего, отдыхает после тем, что ее ученица прошла. И она в каком-то мире, естественно, даже вместе на это доставает. А часть учеников у нее жила в доме, на даче, месяцами, годами. Вот так вот поняли, что такое право. Хочется примерно понятно, что идеальное право, то, которого нет. У вас в семье есть юрист. Еще такой регулирует отношения. А их уже вводят, как там называется. Ювенальные вестиции. Я, кстати, дурак не знал. Первый доступ. Медиаторы они называются. Ювенальные – это все, что с детьми. А медиаторы – это те, которые разговаривают. Это все, что связано с детскими делами. И уже вводят, когда… Ну, вот детей когда забирают. А вот она уже пошла. Идеальный рейс, которого нет, на пункте выполняется. Вот такая. Вот такому человеку не наручил. Ему наручил закон, ему плохо. Мы рядом с ссоримся. Это, значит, все, хочется помириться как можно быстрее. Вы же ни про что не думаете. Дискомфорт сильнейший. Это самое страшное наказание. Отказ в общении. А когда из общины, говорит, все, пошел. Откон из общения. Бесполезность. Откуда взялись? Ци, га. Люди, не имеющие пути другого, не имеющие другого на высокой нервы, не имеющие нервы, не имеющие пути га. Их изгоняли. Не убивали. А им бедные вот так вот появились. Ну, по большому счету. Самое страшное – выгнание из общины. А куда ты пойдешь, когда тебя выгнал? В другой общине? Да нет, они тебя примут. Чтобы тебя выгнали, потому что волк. Не потому что ты не можешь, а отказался. Поэтому все сейчас театры. Когда ты туда приходишь, там писк, писк, и все без трусов разделится. Три чакры. А они уже не работают. Вот, понимаете, я говорю, туда ходить без понятия. Поэтому спасибо тебе большое. Все вопросы, которые мы не рассматривали, мы все время подниматься в надсистемы. Убить, что это мировоззренческое, нравственное, философское. И пока ты это все не построишь у себя, ты ничего не можешь делать много. Как только у тебя вот это построение открылось, что ты хочешь ты или нет, ты и я ешь. И даже такой беспредел. Видели мне Сима? У девочки? Да. Причем она не пугает. Я вам скажу казачку. Дед раз, она сидела, она вчера, они вечером не пришли, потому что она вдоль меня, она как ебанула, она первый раз стала видеть, ну чуть-чуть охренела, и даже не услышала, чего я говорю. А дед пришел, Рок пришел, Сима пришла. Раньше была у меня сила воли и сила духа. Очень похожа на нашу. А вчера у меня открылась сила чувства. Она даже сейчас разговаривает и нравится со мной, когда она с вами разговаривает. Понимаете, да? А это паяц довольный. Открылась. Ну, надырялась. Все очень просто. Ну вот. Вы поняли, какой я ум, что я ее правильно называю. Могу быть самым главным. Викторович, давай ты. Пашка. Про любовь. Вот как тебе видится. Что хочешь, то и говори. Вообще я согласен. Вот. Вот. Однозначно. То, что сказала Люба, что сейчас все уже этого хотят. Или многие. Все больше и больше людей. И все больше и больше людей. И все больше и больше людей начинают задумываться и чувствовать, что так нельзя. Уже. Уже. Начинаем. Многим все надоедать. Даже там. Когда я иду по городу. Я еду по городу. Автомобиль сзади. Ненавижу НКВ. Это тоже прям. Ненавижу НКВ. Мы ненавижу НКВ. Ночков НКВ. Истины. Блокость. То, что нам растет. Здоровый человек. И во власти это тоже есть. Неосознанно. Но. Я же разговариваю там. Особенно с заместителями. Главы района. И еще там. И вот. То есть вот. Вот которые люди. Человеки. Особенно женщины. И заместители. На руководящих там. Какого-то подобного. Когда начинаешь вот правильно говорить. Вот. Виктор Ильич надоело. И вот. Им нравится со мной разговаривать. Я думаю. Успокаиваю. И еще там. Вот. Вот так. Слушаю. Прям. Да. На самом деле. Система держит. Просто какими-то там. Путами там. Крючками. Не знаю. До тринадцатого державы. Сейчас наоборот. Ну. Страх. Смотри, что пацан мне сказал. Не вери. Мама. Я не могу. Это законы, по которым люди не живут. Не вымыть юристом. И защищать законы, по которым люди не живут. Если вы видите законы, по которым большинство хочет. Жизнь. Их не надо ни защищать, ни объяснять. Само работает. А когда? Они существуют. В нас внутри. В нас внутри. То есть это время вот оно уже пришло. И вот уже знаю, что вот действительно можно говорить все, что угодно. И даже если сейчас не поймут. И даже там вот шарахнут. Это уже будет не больно. Ну и уже так вот там можно. И даже за последние несколько месяцев я проверил это, что можно. И власти сейчас действительно трудно, невозможно справиться с ситуацией. И стало в ней вот быть, находиться по вот этим правилам, по старому. Там просто опасно. Это мы видим там. По Госдуму правительства. Если раньше там один там скандальчик получился раз в три месяца, это уже волок. Сейчас уже там по три-четыре раза наедут. Яптин запустил не фасад, а он предложил выбор. По старому. Ну, поставишься ворону. Официально уже. Ну, не платишь там. Но для этого надо сдать значок. Свободен. Значок отдай. Иди из власти. Хочешь быть честным. Сдай шоу праву. Или зарегистрируй. Тогда расскажи, где взял. Понимаете, да? Мягкая, плавная трансформация уже идет. Элит. Уже элиты уходят. Переходят переходные модели. Ну, которые там, не важно. Освобождается место. Место создано народным фронтом. Оно уже наполнено еще там вчерашними такими же дурочками. Или там берегут эти говоришки там и другие квартиры. Но лифт уже создан. Ну, который берет людей, которые что-то сделали. Мало того, что созданы новые условия, при которых, если у тебя вот это все… Ну, ты в народный фронт приходишь, а они говорят, нет, ну, ты хороший пацан. Но ты понимаешь, у нас есть уже УКС-президент, на котором написано. Где-то или сдают за счет их деньги, а сюда даже зайти нельзя, если у тебя уже деньги. Понимаете? Вот. Это порог никто не заметил. Вы думаете, что Путин борется с коррупцией? Нельзя бороться с позвоночником. Коррупция – это принцип действия. Все есть бизнес. Все есть бизнес. Это такая западная. И цель доллара и идеологии – так все и работает. Все везде работает. Прекли всему. Не даешь плохо, даешь еще плохо. И все всем дают хорошие правила, как зимой. Адаптировались. Вот. И он запустил мягкий, плавный процесс трансформации. Без посадок, без противостояния. Сам решает. Декларируешь, отвечаешь, значок снимаешь. И декларируешь, уходишь. Поняли, да? Просто я вам показываю, что и не только там. Много таких примеров, которые вы не замечаете. Никто не будет застараться. Коррупция – это массовая посадка. И нет. Наоборот. Сейчас вы можете выпускать таких. Кто-то и рука убрал. И вот в чем заключается, что вот здесь, в этом времени, человек – это цель. Вот приходят сверху. И это приходится делать власти. Принимать к исполнению. Молодая семья. Программа. Многодетная семья. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Их сейчас десятки. А что это такое? Это человек. Вот этих программ у нас стало очень много. Чтобы их выполнить все. Раньше денег не программа. Сейчас уже программа есть, но денег еще больше. И вот сейчас вот такой вот сложный, опасный переходный период. Когда вот эта цель поставлена, и она уже есть. А средства мне в форме показывает. Вот смотрите. Ну вот здесь. Вот здесь это старое. По старому. Вот точка проходит, начинается старое по новому. Потом новое. Или новое по старому. Ну короче. Деньги без закона или закон без денег. Все равно ничего не сделаешь. Но уже продекларировано. Только потом можно новое по новому. Вот мы это не просмотрим. И думаешь, это то же самое, что это? Нет. Вот здесь не было стратегии развития страны. Не было даже бюджета на год. Здесь каждые полгода бюджет секвенцировался. Когда-то первый раз вот здесь. Слушайте, что-то я бюджету перехвативаю. А у меня еще нет. Что я уже в заказе. Вот здесь когда я сказал. Когда он там пришел. Увеличить ВВФ в два раза. Все встали на ДП или Горасимов. Понимаете? Почти от балды сказал. Просто сказал. Давайте хоть какое-то там нам нарисуем. Ну типа что-то у нас увеличится. Не разбал, а раздавал. Сейчас что делаете? Он говорит. Значит падает меньше 5 процентов. Вот Росроссия. Вот распад. Кто может Медведеву? Можешь сделать 5 процентов? Да. Ну звали? Ну. Невозможно. Тогда уйди. Либералы спрашивают в высшей школе экономики. Можете? Они говорят. Невозможно. Свободны. Отдает. Академия наук. Ее начинает сразу закрывать. Шутер говорит. Конечно. Ну два. Минимум 5. Если артерия представляет и сделает. При вот этих условиях. Вот здесь шуток. просто колхоз замученный, зачуханный в Дагестане, вот здесь организовался с 85 по 95. Рост производительность труда 70 раз. 700 процентов. Уменьшение энергопотребления. В 15 раз. Вопреки всей там... 64 тысячи. Не ВВП, в два раза. 6400. 6400. Вопреки там Чубайсу заменить деньги. Они говорили. Смотрите, сейчас вот эта шутка вот здесь. До бесконечности. Только сами себя можем остановить. Зачем нам столько молока продавать в ВВП? Понимаете, да? Надо больше и больше выстроить зубы. А надо машины ВВВ. Идет вытеснение человека из всех производящих сферы. Ему остается только либо без шуток труда. Это свидание на ВВП. Либо остается свобода времени и свобода творчества. Еще марты разговаривают. Богатство в обществе определяется количеством свободного времени у человека. Для чего? Для развития, саморазвития, взаиморазвития. Если ты и работаешь, тоже взаиморазвиваешься. По одной технологии развиваться в совершенстве. Они же не поют 24 часа в сутки. Точно так же на компанию у нас 24 часа в сутки развиваться. Подшучим. Поэтому я вот тогда шутку нашел. И что я поехал, посмотрел, когда стоят дома по 500 квадратных. Директор сказал, меньше, чтобы площади, чем у меня не было. Это одно условие. И все строят. И там, что там, если не будет? Земля там. Вы поняли, да? Да. Потому что... А вот ты тоже говоришь, давай. Я помню, как и Люда. Вчера. До свидания. Хорошо, что Еры нет, а? Я перечисляю там программы не для этого. Которые просто вот идут валом. В область их уже там десятки... 50-60 там, не знаю. У меня там в городе там что-то 17. Но на наш совершенно небольшой бюджет мы можем этих программах только имитировать. Ну, например, молодая семья. У нас там на очереди стоит 39 молодых семей на получение сертификатов на квартиру, которую мы должны там финансировать. А можем только вот, что распределив хотя бы по чуть-чуть по всем программам, а не участвовать в программах там мы не можем. Потому что, как, шоу, вот с кровочкой, дорогу плохо там делать, сверху давят. У нас там по две семьи в год. Ну, что такое? 39 там есть на очереди. Две семьи только обеспечиваются этими сертификатами. Что это такое? Это не сложно. Вот оно и есть, это иритация. И для того, чтобы эти все вот программы выполнять, нужны средства, нужны деньги, бюджеты. И вот наш исполняющий альянси, губернатор Воробьев, вот на нем тоже остановиться там можно. Вот тоже действительно провел месяца два назад такой, типа высшего совета всех главных муниципалитетов и председатель советов собрал на совещание. Впервые такое вот за те годы, которые я работаю в этой сфере. Впервые было так вот. Пришел и просто там вот сказал, как мы там будем, вот какие задачи стоят, в том числе, я президенту пообещал, про программы тоже там рассказал, увеличить бюджет области до триллиона рублей. Вот сейчас вот, в ближайшее время. До триллиона рублей. При нынешнем сейчас там 450, не могу ошибаться, там, чем-то миллион. Бюджет Московской области. И вот просто у людей спрашивают о проблемах, как решать, какая на самом деле ситуация. И люди ему говорили, и он записывал, и очень часто удивлялся, что это именно так, а не по закону. Как? Как? Люба говорит. Ты рассказал? Голланд. Как? Заседание. Ну вот я вот сейчас вам примерно про это. И вот я прямо говорю, мужики, я президенту обещал увеличить бюджет области до триллиона рублей. Как это будем делать? Я же обещал, вот там, давай. И вот про это вот терли, там думали, как и что. И ему говорят, вот, уважаемый Андрей Юрьевич, вот у нас есть полномочия по земле. Земельный контроль. Но мы должны и должны контролировать, как там идут налоги, арендный плат. Но, с другой стороны, я должен до первого сентября, вот на тринадцатый год планирую проверять, до первого сентября двенадцатого года я должен подать список, что я хочу проверять этот план проверки в прокуратуру. Прокуратуру рассматривать и в декабре мне выслать, утверждаем вот это проверки. И вот этот руководитель, глава поселения, вот мы подали в план двадцать три земельных участков на территории своих проверок. Нам вернулось, говорит, что нашего прокурора в область пошло, потом сюда пошло, назад вернулось три земельных участков. Причем те, которые нам убежит и вообще там ничего, никакой роли не играют. У меня такая же ситуация, я подал там на тринадцатый год шестнадцать участков, мне тоже пришло в три. В гранитную мастерскую, да там, на кладбище, то есть мы ее, да. То есть, вообще как там, оно есть, функция есть, а, или полномочия и обязанность есть, а реально сделать не нужно. И вот после этого совещания, там, пошли документы руководителя. Вот что происходит, просто тормозят. Зарабатывать здесь на налогах земли, а больше не на чем зарабатывать. И то только на той, которую не продали, а это уже не самое лучшее. Отсюда тормозиться. Бесплатная земля на конкурсной основе тем, кто дает проекты, которые приносят прибыль не к бюджету, а сначала людям, которые там работают. С условиями, работают только те, кто здесь. В деле я видел какие-то кесты, в шпуте. База называется. Когда муниципалитет, например, со мной бизнесмен, берет за чуклый сарайник, кому ненужно останавливаешься, все там производят компания. На нем делают инкубат. Куда заходят личные предложения, бизнес, у них ничего нет, кроме идеи. И там на совместной корпорации у них связь, бухгалтер, помещение почти нуля, трудно ненужно. И договор подписан, что там экономические технологии, что работают только местные и так далее. И у вас появляется инструмент создания местных высокого уровня для обученных людей промышленности, ну, производства, что вы хотите. Там что-то такое вы не можете придумать. Это вы тогда управляете. Это как агаты. Начинаете сажать и возделывать полевать предприятие. Очень разная штука. Вот должна быть земля дешевая, должна быть помощь на старт. Это стартапы, которые говорят. Стартапы по процентам, которые где-либо прибыли пять, а ты взял под двенадцать. Ну, стартуют. Вот поняли, как примерно будут? Для этого прежде всего земля должна быть. Пользование общее. Пользование. А если пользование, тогда никто не говорит, давайте продадим. Вот поняли, уже, с одной стороны, довольно мешает, с другой стороны, оттуда дедушки. Они даже не понимают, почему. Начинают тормозить. Там, Виктор Ильич, был участок, который, командиры, те, кто до него были. Он супер. Там два водохранилища. Швейцария. Там вообще один парень хотел весь район купить. Идешь делать русскую швейцарию. И мы общим делаем. Доделался. Так, хотел бы водохранилищик. Спонсировал, чтобы закон был. Это парусы на одну. Потому что она его писать. Это просто журналисты. Я вот хочу показать противоречия. Вот после этого. С одной стороны, увеличил бюджет. Как, каким образом. Это вот. Старые. Новые. По старому там. Старые по новому. Вот это как раз из этой темы. Буквально через месяц приходит мне. Вот такой вот талант бумажка. Не бумажка, а такая. Я полдня читал. Но читал так, с интересом. Это министерство финансово, министерство экономики. Старые документы. Как нам увеличивать бюджет. По этой бумажке я ее прочитал. Потом пригласил традиционный совет предпринимателей. Говорю, вот по этой штуке. Ну и мои, что разместилось. Что там делать. Пока вот задвинем. Посмотрим, как там дальше. По этой бумаге я весь бизнес города должен там заварить просто. Вот все. Выжать. Вот каждый раз. За все. А с хозяина зубы забрать. Кожу. Абажуры. Как там сейчас. Сделать из кожи. Из костей клей наварить. Кузин. Ну да. Налоговая там. Долгла там. Ну все. Хорошо. Везде там. Рубить шахты. Вот. На самом деле. Выжать бизнес полностью. Вот все, что шевелится в городе. Нужно как бы там. Поставить там. На каждом. Там. Каждый. Там. Ну и так далее. Вот. А задачи идут. Вот эти вот. Человеческие. Их выполнить. Или решить. Вот в данной. В данной системе. Управление. Невозможно. Свердывается. Большинство. Чем в муниципалитетов. И районных. И городских. И бюджетов. Чем ближе к Москве. Тем больше они банкроты. Если брать их бюджеты. С кредитами. Несколько лет назад. Мы с Викторовичем. Вот так вот. Он докладал. У своих. Показывал. Что ничего не изменится. В таком-то году. Бюджет города. Будет банкрот. Прямо так считают. Вот так. Рисуется. Вот так. Как-то банкрот. Если кредит еще не отдавать. Но тогда было поздно. Уже рисовать. Потому что. Команда Громовского. Управилась. Деньги. И продала земли. И тогда уже. Область была банкротом. Она самая. Самая развитая. После Москвы. Она уже тогда была банкротом. За счет того. Она до сих пор там была. Она еще до сих пор сильна. На. И как хорошо. Новый пацан. Без Натар. Не попросил денег у Путина. Сказал. Мы увеличим это же. Сами. Но. Вот если. Скажи. Если нет. Это я чуть-чуть скажу. Либо вы через налоги это делаете. Либо налоги платите только на федеральный уровень. А здесь все собираются. Общины. И решают. Сколько с прибылью. Со своей. Не отданной. Налоговой системе. Сами решают. Про его не. Чего построить. Чего оставить. Как в огороде у себя. Понимаете. Но для этого. Должна появиться. Сознание. Община. Артели. И производство. Которое производит. То что нам нужно. И то что нам продают. Ну на самом деле. Вот. Везде так. И очень много. Стало. Таких вот. Не очень адекватных. Решений. Потому что. В такой системе. И в такой ситуации. Эти задачи. Они просто. Не решают. Бесполезно. Дергают. С другой стороны. В этой ловушке. Такой вот. Концептуальной. Мировоззренческой. И бизнес. И бизнес тоже. И люди тоже. На самом деле. Мировоззренческой. Вот. Буквально. В прошлый вторник. Была там. Конференция. Единая Россия. И вот я про это там. Говорил. В том числе. Про развитие инвестиционных политиков. Про анализ ситуации. Вот. Вот. Что такое. Давайте. Про инвестиции. Что в городе. Планируется. Куда бизнес идет. Подо что выделяется земля. У нас сейчас уже там. По. Нормативам. Торговых мест. В 4 раза. В 4 раза. Больше. Чем нужно. По нормативам. На 400 процентов. 10 площадок в городе. Меньше 15 тысяч. Население города. 10 площадок. Причем не маленьких. Но таких. А там. По 2. По 4 гектара. Отданы уже. От. Бизнес центры. Административно-офисные центры. Торгово-развлекательные центры. И вот такие вот. Всякие центры. Я говорю. Ребята. Вот. На что-нибудь. Другое. Есть. Вот. Берите. Зан садика. Стройте. А? Берите план садика. Стройте свой офис. И. Когда строите, обонкройте. Я там садик открою. Неужели. И вот сейчас. Вот. Действительно. Золотой Телец. Победил. Вот. Все. Вот. Только в этом. Хотя. Территория промышленная зона. Там больше 50 гектаров. Померила. А сам умер. Берить не хочу. Причем. Причем. Так тоже. Вот. Держали очень долго ситуацию. У нас в городе. Очень долго. Причем. Не было. Сетевых магазинов. Типа. Пятерочки. Диксель. Еще. Таких же. Дешевых. Потому что. В том числе. Там. Коррадиционный совет. Прониматели. Все. Собираются. Вот. Не пускать. А то. Рабочие места. Потеряли. Потеряем. Все. Будет плохо. Хорошо. Я. Ситуацию. Очень долго. Держали. Как. Проникли. Кажется. Девяти. К нам. В город. Проникли. Это. Один. Бизнесмен. Одна. Бизнесмен. Орентовала. Помещение. Хорошее. И так далее. Как только его выкупило. Муниципалитетно. По. Дешевой цене. Тут же. Через три месяца. Там. Туда. 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 Зашел. Вот. Как бы. Вы. Сами. Это. Своими. Там. Ну. И потом. Как бы. Там. Пошло. Поезд. Город. Не замечая. Что таджики. Что тикси. Хоть кто. А сеть. Это. На самом деле. Не протоксы. Это. Инструмент. Захвата. Рыка. И скачивание. Денег с населения. Понимаете. Они. Забирают. У. Производителя. Почти. Все. Понимаете. Что такое сеть. Если бы был. Вот. Финляндий. Он. Один мой друг. Хотел открыть свой магазин. Крутой. Ну. По всему миру. Магазин. Мы. Сели. И проголосовали. Что нам такой магазин не нужен. Я говорю. И так. И так. И так. И еще раз придешь. Он тебе и дом заберет. Это. Наша. Старая община. Существует. В какой-то мере. Едешь. Стоит. Молоком. У дороги. Как у нас раньше было. Замка не было. Потом появился ключ под ковриком. Потом ключ над дверью. Потом уже большой. У каждого по ключу. Накупали. Вот я рос. До десятого класса. Не закрывались дома на улице. Вообще. Как раз можно купить вишню у соседа. Потому что свои надо не. Вот. И. Как только сетевой магазин встал. Вокруг. Вокруг все эти магазинчики. Торговые точки. Там. Падаю. Асдару захвачен. Да. Падают. Падают. Падают на коленку. Вот. И в то же время. В то же время. В то же время. Про другое. Не про торговлю. Думит. Пока там. Никто не собирается. Хотя. Ну как. Хотя. Вот я эти вопросы задаю. Там. И. Пытаюсь. Как-то там. Уходить. Начинаю там. Хотя бы об этом. Говорить. Но. Пока что еще там. Ждут. То есть. В среде. Телевых людей. Бизнесменов. Предпринимателей. Вот. Такая же штука сидит. Не только. У власти. И бизнес. Тоже там. Сжимает. У нас в городе там. В основном. Да. Так скажем так. Золотой Тверец. Мы продаем. Производств не так много. Хотя. Оно и есть. И те кто. И производят. И продают. И кто. Занимается торговлей. Все это. Весну. Мы проводили анализы. По сравнению с прошлым. В 2012 году. Январь 2012. Январь 2013. Январь 2012. Январь 2013. Январь 2012. Январь 2013. И так далее. Все показывают цифры. И реально там печали. Меньше 10% входения практически никого нет. Здесь их 17-20%. И уже вот здесь начинается такая тихая паника. Просто люди перестают понимать, что еще надеются. Вот сейчас все придет, люди через это прошли, теперь работают в экономической и политической структуре. Да, вот примерно так. Именно, наверное, вот такое сжатие заставляет и заставит в конечном итоге людей задуматься и действовать по другу. Пока, конечно, не хватает смелости, понимания, еще там чего-то, мировоззрительных вещей. И провести этот анализ у себя, даже своего бизнеса честно. Остается два способа. Продать, перевести деньги в кипрские банки. Потому что Европы приняли решение, что кипрские банки распространяются теперь на все европейские банки. И в случае кризиса происходит автоматическое выживание за счет денег в кальчике. Это уже закон Европы. Представляете, да? Вот. Или вы начинаете собираться и выживать. Они же уже вокруг него забираются, бизнесмены. А я видел. Тогда-то примерно я банкнул. Сети-то зашли, но сети это не представители Запада, это самокоммунизация. Они уничтожают местное производство. Автомобиальные. Итак, вы используете этот метод свежий. Это мы оставляем. Уничтожают наши анализ сети. Учис. 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 Сети-то. Продолжение следует...